Я хочу поделиться о том, что Бог делает в моей жизни. Сейчас такое время, что Бог ведет чудным образом. И мы уже несколько недель собираемся по два раза в неделю с лидерами, с пастырем, с лидерами домашних групп, и мы молимся. Это не час и не два, это может длиться шесть часов, семь, как поведет Бог, но это чудесно. На самом деле то, что мы переживаем, это великое благословение. И я верю, что это от Бога и останавливаться нельзя. В это время ты понимаешь, что наконец-то главное в твоей жизни, что надо изменить, где надо остановиться. И постепенно сам Бог приходит в твою жизнь, приносит туда мир и порядок. Меня в то воскресенье не было, потому что мы с матерью были на похоронах у моего друга. Вы знаете, это был хороший человек, мы с ним ровесники, у нас шесть дней разницы. Мы были вместе в детском садике, в школе, и мы на самом деле очень хорошо дружили. Мы вместе когда-то первый раз покурили, попробовали наркотики, но наши жизни, они сложились по-разному, потому что каждый сам выбирает, как сложится его жизнь. Я не раз ему свигекецовал, проповедовал, потому что, слава Богу, что с нашего района, из наших друзей, человека геноцик спаслось. Это вот половина из них сейчас здесь в зале. И он видел, что жизни меняются. Я ему всегда говорил, он говорит, ну потом, потом. И наш разговор как-то не подходил к концу, он все время убегал. И в субботу, в пятницу, мне позвонил мой приятель, говорит, ты знаешь, друг твоего детства умер, ты не придешь к нему на похорон? Я сказал, конечно, приду. Это было воскресенье в 12, мать узнала, она говорит, я тоже пойду вместе с тобой. Мы пришли к нему в дом, ну там не наркоманы были, только его мама и сестра, и тетя. Остальные все были наркоманы, я, мама, и Тимур пришли. Там очень много людей. Мы вынесли гроб. Я не думал ехать на похорон, думаю, побегу в церковь, хоть проведу какое-то время. Но как-то вот положил Бог на сердце поехать. Вы знаете, я сел в автобус, и там вот полный автобус моих друзей, я с ними кололся всю жизнь. И я ехал и думал, мир так же продолжает катиться в ад. Совсем ничего не изменилось. За 7 лет Бог столько сделал в моей жизни. Я смотрю, ребята все так же катятся вниз. И когда мы вышли на похороны, ну положить гроб, вы знаете, в миру обычно не принято говорить слово, когда человека хоронят. Но мы с матерью попросили, говорили, можно нам слово дать? И мы стали делиться. Я рассказал, что это был мой друг, какой он был человек, как сложились наши жизни. Потом взяла мать слово, она говорит, послушайте. А там одна молодежь, наркоманы стоят. Она говорит, послушайте, не родители должны хоронить детей, а дети должны хоронить родителей. Сказала, оставьте наркотики, грех, вернитесь к своим родителям, к Богу. Начала проповедовать. Мы все прислушались, похоронили. И мать подошла, говорит, вы можете на поминки сходить? Пожалуйста, не уходите с похорон. Мы пошли на поминки. Мы собрались, там, конечно же, спиртное, еда, все как надо. Мы сели, говорим, можно мы пищу благословим? Вы нам разрешите? Да, мы встали, благословили пищу. Вы знаете, такое торжество в духе дает Бог. Я до этого попадал за столы, где спиртное. Я все время как-то дискомфортно себя чувствовал. Это давило на меня. Но в этот раз все было по-другому. Мы просто как на крыльях. Мы понимали, что мы подавляем эту атмосферу, а не она подавляет нас. Это такое удовольствие быть на таких вот поминках. Вот в состоянии духа, вы понимаете? Бог влаживает это. Мы благословили пищу. Там все берут водку. А как мы будем пить? Что надо говорить? Мы говорим, давайте поговорим о покойнике. Почему он умер? Как это было? Опять мама встала, говорит, послушайте. Вы меня не поняли. Там, я вам здесь хочу сказать. Вы, говорит, просто все кагитесь в одно место. Говорит, вернитесь к Богу. Мы встретимся. Ну, они сидят, говорят, мы только на похоронах встречаемся. Кто-то умирает. И мы вот так вот, шло это где-то час. В конце поминок один подошел с женой. Говорит, слушай, можно с вашим пастырем встретиться? Я, говорит, давно уже думаю, смотрю на вас. Еще один человек взял телефон. Мы ушли, и поминки окончились вместе с нами. Там не остался ни один человек. Просто все задумались и разошлись по домам. И когда мы в среду молились, Бог положил на сердце просто... Вы знаете, у нас в следующее воскресенье не будет служения здесь, в зале. Потому что будут проходить выборы. Но Бог положил на сердце провести дома служение. Как это сделать? Мы с друзьями, мы молились вместе. И решили просто накрыть хороший стол. Просто собраться вместе, покушать, поговорить о Боге. Просто вот угодить Богу общением друг с другом. Просто без галстука, вот как есть, собраться, помолиться, чем-то поделиться. Как мы вообще живем? Что происходит в нашей повседневной жизни? Просто взять вот этот день и уделить Богу. Провести эти несколько часов вместе, дома. И пригласить к собой, конечно же, по одному другу. Один, два, три друга. Сколько можешь? Неспасенных. Неспасенных, да. И просто за столом поговорить о жизни. Не обязательно молиться на языках. Просто поговорить о жизни. Мы поделились с пастырем. Он откликнулся. Говорит, я буду вместе с вами. Говорит, это благословенное желание. Говорит, пригласите меня. Мы, конечно же, пригласили. И я хочу поделиться просто, что этот воскресный день Бог отделил его для себя. Он дал заповедь. Он обращает внимание на себя. Он говорит, осветите его и отдайте мне. Потому что мы церковь. И может быть, мы не соберемся здесь в зале, но мы же остаемся церковью. Собраться по домам. Накрыть стол от чистого сердца, от души. Не номинально как-то. А как будто ты самого дорогого человека встречаешь. Ведь когда блудный сын вернулся домой, отец устроил пир. Просто сделать это ради этих людей. Поговорить с ними об этом. Ничто же так не наполняет небеса радостью, как кающийся грешник. Я верю, что в это воскресенье мы угодим Богу. Потому что это желание пришло от Бога. Оно пришло в молитве и не мне одному, а сразу нескольким людям. И я хотел бы вот этим поделиться. Может быть, это откликнется в чем-то сердце. Давайте сделаем это. Я верю, что Бог это обязательно благословит. Что Ему это понравится. Аминь. Аминь. Я хотела бы засвидетельствовать о тех уединениях, которые проводит пастор, и мы все вместе собираемся. Знаете, я просто хотела рассказать, если, конечно, смогу выразить, о той работе, которую Бог проводит в сердцах. Вот конкретно я вижу, как Бог работает даже с моим сердцем конкретно. Почему? Потому что, когда каждый день мы живем обыкновенной жизнью, мы думаем, что мы думаем, что мы знаем Бога, что у нас все в порядке, что мы читаем слово, Бог касается нас. Но когда мы приходим к Нему, оставляем все буквально. Знаете, Бог, Он просто совершенно приходит по-другому в нашу жизнь. Я не знаю, у меня такие просто переживания. Когда мы на уединениях просто поклоняемся Ему, ищем Его лица, то когда мы приходим домой, знаете, хочется в этом пребывать дальше. Все, что хочется мне, это читать Его слово, вникать в Него. Просто вот какая-то на самом деле приходит жажда, переживания и общения с Ним. И вот то состояние, которое какое, казалось бы, тебе было нормальным, ты на самом деле познаешь, что оно ненормальное. Знаете, вот просто Христос становится совершенно другим. Я не знаю, как это выразить, но вот те отношения, которые Бог дает с Ним, но их нельзя променять просто ни на что. И они приходят из-за того, что мы находим время и отеляем себя для Него на самом деле. Знаете, мы часто можем себя просто обманывать и верить, и как бы жить этим обманом. Мы говорим, Иисус, я люблю Тебя, Бог, я люблю Тебя. И мы все такие святые, мы все такие прекрасные. Но когда я прихожу домой, начинаю вникать в Его слово, Бог говорит, Христос и Слово Божие – это одно и то же, они равны. Потому что Иисус говорит, я есть Слово Божие. И Дух Святой говорит, мы все говорим, Иисус, я люблю Тебя. Но Он говорит, а сколько вы пребываете в Слове Моем? Если Слово Божье и Христос – это одно и то же, то вот насколько ты пребываешь в Его Слове, вот настолько ты меня и любишь. И знаете, настолько вот Дух Святой просто обличает, настолько вот очищает сердце, настолько приближает к себе. Я не знаю просто, как это выразить. Но я думаю, что если мы все придем, то мы просто переживем. Знаете, такое состояние, как будто вот все, что происходит вокруг тебя, это вообще тебя не касается. Вот не хочется никого видеть, не хочется никого слышать. Вот просто хочется прийти, сесть с Ним и пребывать вместе с Ним. Вот у меня вот такие переживания. Здрасте, церковь. Как бы сформулировать, я не знаю, я как бы не готовился. Спонтанно так вышел. Но вообще перед уединением у меня случилось событие, которое вот как будто бы подвело к этому уединению. Вот я пришел, и пастор мне, когда я ему задал вопросы некоторые, ответил, о, ну так ты как бы по адресу пришел. Вот, потому что, ну, у меня по роду деятельности, как бы я посещаю торговые точки розничные. Вот, и осуществляю отгрузки там определенного товара туда. И одну из таких торговых точек накануне, ну, в общем, накрыла то ли налоговая, то ли чего, в общем, на них в прокуратуре было написано заявление по поводу того, что они не соблюли какие-то правила труда, и там, в общем, не оформлены люди были у них. Вот, и меня как свидетеля вызвали в прокуратуру давать показания. Вот. Сама хозяйка точки, она сказала, что, ну, типа, обнаружили, что девочки работают у нее за прилавком, но они не оформлены. А она сказала, не знаю девочек, вообще ничего не знаю. Вот. И склоняла, так скажем, свидетельствовать точно так же. В общем, врать, по сути, лже свидетельствовать. Ну, и причем, как бы, были поставлены такие условия, что, ну, мол, если ты не скажешь, мы с вами вообще работать перестанем. Ну, это, как бы, давление. Я не знал, как мне поступить, потому что, ну, многие люди хотели, чтобы я врал, а я не хотел врать, ну, как бы, я не мог. По сути, вообще, для меня это противоестественно было. И, ну, на этом уединении, конкретно вот в общении, я во многом определился и, ну, как бы, вот напитался этой верой, укрепился в вере и пошел верою, говорил чистую правду. После этого меня все дружно похвалили. В общем, никто не остался обиженным. И я еще переживал, что мой непосредственный начальник будет недоволен, недоволен, потому что он тоже общался с хозяйкой, и, как бы, он был на ее стороне. Но ему, в общем-то, ничего не надо было делать. Он просто мне сказал, вот, ты должен сказать так-то, так-то. Но когда я сказал, что я, ну, этого не сделал, что, ну, сказал все, как было, вот, и начальник охраны меня очень похвалил, и, ну, и мой непосредственный начальник тоже был доволен в целом. И я, ну, я вообще удивился, потому что я очень переживал, а тут получилось все наоборот. Вот, и я еще более укрепился в вере, вот. А конкретно по поводу того, что происходило на уединении, я заметил, как, ну, во второй половине пребывания нашего в уединении произошел какой-то прорыв. До этого, так как совершенно нету практики, я не буду скрывать, мы очень, вообще, крайне редко занимаемся такими вещами, вообще уединяемся, имеем такое вот общение с Богом, молимся вместе. Ну, вот, у меня за целый год вместе с прославлением, это в первый раз, вот так, с пастором, с прославлением, в первый раз. И я заметил, что что-то изменилось, и, ну, по-моему, просто необходимо продолжать такую практику. Вот. В этом и есть христианство. Аминь. В этом и есть сила христианства.